Мир понемногу ослабляет запреты, введенные для борьбы с распространением коронавируса. В Казахстане же чрезвычайное положение продлено до 11 мая, но частичное послабление все-таки внедрено. Об этом мы поговорим сегодня в нашей программе. Хочу познакомить нашего гостя Самат Ахметов, исполняющий обязанности руководителя отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, вы можете позвонить по телефону 40 0109, код города 872 82 и позвонить и задать свой вопрос нашему гостю. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы, правда письменно мы здесь в студии их озвучим. Звоните, пишите. Давайте начнем с того, с постановления нашего санитарного врача. Что, о чем там говорится, что разрешается, что пока запрещается. Да, как мы все знаем, вчера 28 апреля было принято постановление главного санитарного врача Алматинской области о карантине и некоторых карантинных мерах смягчения, послабления карантинных мер. В рамках послабления карантинных мер ранее оперативным штабом по предотвращению коронавирусной инфекции различные сценарии были рассмотрены. Также была разработана инструкция по поэтапному выводу в зависимости от эпидемиологической обстановки на территории Алматинской области. И вот в рамках проведения поэтапного послабления некоторых карантинных мер в настоящий момент в ходе реализации первого этапа этого послабления в настоящий момент сейчас принято решение и выпущено постановление касательно разрешения некоторых видов деятельности. Вот в том числе это сейчас автомойки, станции технического обслуживания, шиномотаж с ограничением их работы с разрешением с 9 до 16, с 10 до 20.00 часов. То есть химчистки прачечные разрешены с разрешением работы с 9 до 16.00. Услуги нотариусов по заявкам с разрешением работы с 10 до 20.00 часов. Субъектам, оказывающие юридические услуги, это адвокаты, судебные исполнители, также с разрешением работы с 10 до 20.00 часов. Это банки второго уровня, обменные пункты, кредитные товарищества и микрофинансовые организации. Также это общественный транспорт, который направляется как раз таки в садово-огородные участки, сейчас дачникам. Сейчас разрешается проезд, сейчас касательно дачникам и что касается выхода на улицу, сейчас разрешены прогулки в придворовых участках, во дворах. Сейчас с 5.00 часов до 20.00, это что касается дачников, сейчас им разрешено. И с 9 до 20.00 часов, это прогулки сейчас разрешены в кругу одной семьи, с соблюдением дистанции не менее двух метров. В масках. А что касается конкретно объектов, необходимо уточнить, что именно для того, чтобы они начали эту деятельность, необходимо подать заявку в местный исполнительный орган Акимат района, города. И далее будет создана межведомственная комиссия, проведена проверка готовности этого объекта к послаблениям. И в ходе проверки будет выдан акт готовности, либо рекомендации по устранению выявленных нарушений. Что касается требований конкретно к объекту, необходимо, мы разработали в рамках послабления рекомендации, которые также в приложениях 3, 4, 5. К каждому виду деятельности, отдельности. Говоря в общем, необходимо принимать все те же меры, что мы и прописывали ранее, в ранних постановлениях номер 6. Это установка санитайзеров на входе и выходе, необходимость ношения средств венеральной защиты, масок, перчаток в ходе работы, соблюдение дистанции, социальной дистанции не менее двух метров. И установка, в общем, такие меры общего, если говоря в общем. А так можно ознакомиться в частности с каждым в постановлении, в приложении. Нам очень много писали наши телезрители, я вот некоторые давайте озвучу. Был вопрос, что, вот вы же говорите, какие-то разрешительные документы. У нас спрашивали, вот, например, у меня есть автомойка, я могу уже пойти и завтрашнего дня открывать и работать, продолжать свою деятельность. Либо какие-то документы, что-то предоставить, куда-то обратиться, ну, чтобы потом проблем, говорят, не было. Вот для этого в разделе 9, если не ошибаюсь, описано, что каждому руководителям, которые собираются именно в комитете... Давайте телезрителю ответим, поэтому позже продолжим. Мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. 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 Вы, например, в Сарканске, в Сарканске? Спасибо большое. Вот, между прочим, вот передвижение между городами тоже очень много вопросов, поэтому объясните, пожалуйста, не только вот Салматы в Саркан, но и другие населенные пункты. Да. Ну, вот, что касается именно ограничений перемещения, в настоящий момент пока эти послабления не убраны, потому что карантин все еще действует, поэтому необходимо соблюдать сейчас все меры предосторожности. Пока ограничения между населенными пунктами мы не снимали. Только это касается сейчас передвижений вот именно в садово-огородные участки. Даже по городу общественный транспорт не будет ходить или все будут ходить? Нет, общественный транспорт по городу не будет ходить, внутри населенных пунктов вообще, да, не будет ходить общественный транспорт. Общественный транспорт разрешается только, который направляется в садово-огородные участки. Только такие будут? Это вот сейчас разрешается жителям Алматинской области, возвращаясь из иностранных государств и из других регионов с организацией медицинского наблюдения под домашним карантином. Это все будет проходить. Это вот даже касается, да, из города Алматы, если могут, вернутся они и будут находиться под домашним карантином с медицинским наблюдением. И лица транспорта по перевозке грузов, в том числе транзитных. И также вот сейчас добавили, что лица и транспорт, проезжающих транзитом через Алматинскую область, с наличием подтверждающих документов, то есть житель другой области направляется, допустим, в город Алмату или куда-нибудь транзитом через нашу область, то им разрешается при наличии документов, что действительно он там, или это будет справка с места жительства, или это в зависимости от цели его назначения. Тогда он может. Давайте ответим на тот вопрос, например, чтобы открыть свой объект, торговые точки, может быть, оказание каких-то услуг, что нужно сделать? Или просто продолжить работу? Для того, чтобы получить разрешение именно на занятия той или иной деятельности в период карантина, необходимо в первую очередь сейчас написать заявление в местные исполнительные органы, это Акимат, города и района. Для того, чтобы мы включили его в перечень список объектов, которые будут открываться. Далее будет создаваться межведомственная комиссия, в том числе местных исполнительных органов, с санитарно-эпидемиологической службой. Возможно, еще в зависимости от рода деятельности заинтересованные госорганы будут привлекаться. Будет проводиться оценка по рекомендации, которые мы приложили к постановлению, будет проводиться оценка готовности этого объекта. И по результатам оценки будет выдаваться либо акт о готовности объекта к деятельности, либо рекомендации по устранению выявлений нарушений. Были вопросы по поводу салона красоты. Больше всех волнует, поскольку и народу надо сходить в салон красоты, чтобы просто, например, пострижься. Не работают парикмахерские. Как им быть? Послабление на них действует? В настоящий момент в рамках реализации пока первого этапа на объекты оказания сферы услуг, в том числе парикмахерских, салонов красоты, пока не предусмотрено разрешение работы. Но в дальнейшем, в зависимости от развития эпидемиологической обстановки, данные рассматриваются, эти вопросы сейчас оперативным штабом. И, возможно, позже уже будет принято определенное решение. А какие объекты будут еще закрыты? Вот эти крупные торговые центры, они имеют право открываться? Нет, как в шестом постановлении, когда мы определяли перечень объектов, сейчас крупные торговые центры, кинотеатры, развлекательные, в том числе детские, дошкольные организации, сфера услуг, салоны красоты, парикмахерские, они все будут пока закрыты с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Но в дальнейшем оперативным штабом в составе всех заинтересованных госорганов будут рассматриваться определенные вопросы по этапному смягчению с послаблением мер карантинных. Ну, на сегодняшний день в Талдыкургане у нас нету коронавируса. Мы уже с радостью, конечно, все это сообщаем. Поэтому не легче ли было в Талдыкургане запустить все эти объекты, пусть бы они работали. Это тоже пожелания наших телезрителей, которые нам пишут, звонят и просят. Ну, что касается города Талдыкургана... Поскольку блокпосты стоят, а внутри города свободное перемещение, работа всех вот этих вот мест, ну, развлекательных и вот торговых тоже. Да, что касается города Талдыкургана, нам необходимо просто сейчас, пока вот этот промежуток времени, пока сейчас наблюдается наличие, выявляются случаи заболеваемости, нам необходимо пока принимать такие карантинные меры для того, чтобы предотвратить возможный занос, понимаете? Поэтому все эти принятые меры, они направлены, чтобы именно в Талдыкургане, ну, в Алматинской области не распространялась эта инфекция. Пока необходимо проявить терпение и немного подождать, пока мы минуем этот пик заболеваемости. Надеемся, конечно, что мы минуем. И до 11 мая, возможно, все заработает. Но возмущений у людей очень много, поскольку приостановлены все вот эти вот большие торговые точки и так далее. Вот вопрос телезрителя также есть, они просят, ну, в таких случаях, может быть, даже возобновить ту санитарную, вот, уличную торговлю, может быть. Ну, это чисто вот задают разные люди, ну, пожилого возраста, которые говорят, ну, мы бы хоть бы что-то заработали. Ну, это продуктов не касается, это касается простых, вот, например, нужных каждый день вещей. Ну, что касается реализации, в настоящий момент пока мы не предусматривали такие разрешения о том, чтобы реализации. Ну, на улице, как, ну, в организованных местах, наверное, да, вы имеете в виду, возможно, рынки там какие-то. Да, они, видимо, тоже такое имеют, ну, в каких-то местах, где можно торговать. Ну, вот, мы сейчас как раз вот все эти вопросы рассматриваем. Мы вот разработали инструкцию, вот, как раз поэтапному. Эти вопросы, мы все включены, они. Просто сейчас, вот, в зависимости от ситуации, мы в любом случае будем рассматривать этот вопрос очень серьезно, совместно со всеми госорганами. Но пока конкретного ответа мы не можем дать об этом. Теперь скажите, пожалуйста, как обстоят дела вот вокруг города Алматы и на территории нашей области, где были обнаружены вот именно заболевшие коронавирусом? Ну, вот, что касается сейчас ситуации на сегодняшний день, вот, зарегистрировано у нас 114 случаев. Это вот в Вилийском районе 41 случай, в Инбикш-Казахском районе 38 случаев, в Жамбылском районе 13 случаев, в Киргулакском 8, в Карасайском 6, в Кигенском 3 и в городе Копчега 4 и в Толгарском 1 случай. Вот, из всех зарегистрированных случаев, вот, 80% случаев, это те, которые мы выявляем активно в ходе профилактических осмотров, в ходе медицинского наблюдения из числа ранее контактных с больными коронавирусной инфекцией. Все они своевременно изолируются, в течение 6 часов мы их буквально всех изолируем, всех контактных находим, они находятся в провизорных, карантинных стационарах, и уже из их числа в ходе лабораторных исследований мы уже выявляем из них. Но снижения нет? Ну, сейчас конкретно в период за последнюю неделю, допустим, все равно наблюдается определенный рост, но пока говорить конкретно о снижениях пока такого нет. Но не так быстро, может быть, идет рост. Но поскольку мы до этого же каждый день говорили, что вот и в стране, и на нашей области, и на территории идет рост, и каждый день объявляли, там столько-то заболезли. Ну, сейчас немного стало помедленнее. Сейчас стало уже. Поэтому, может быть, даже какие-нибудь... Вот у вашей службы есть какие-нибудь прогнозы? К примеру, что вот к тому времени, может быть, как-то все это упорядить. Ну, наблюдаясь за нынешней сейчас обстановкой, пока с дальнейшим ростом, возможный... Ну, точный прогноз я не могу дать, но, возможно, в период сейчас роста, если такая тенденция продолжится, и, думаю, возможно, мы как бы сможем продолжить в этом снижении. Точно? Ну, может быть, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот тоже задают вопрос. Вопрос, какая-нибудь помощь оказывается, будет оказываться тем, кто выехал на дорогу? С чего он написал, правда, я не знаю. Вот, например, с больших городов, если мы выехали, каких-то проблем на дорогах не будет, чтобы добраться до места назначения по территории Алматинской области. Ну, вот по территории Алматинской области... Ну, такси, наверное, разрешается ездить. Официальным службам такси мы, да, оставили, такой официальный службам такси по перемещению, возможно, да. Ну, тут как бы конкретно непонятно, какая именно помощь, но сейчас вот, когда возникали некоторые проблемы в некоторых регионах по перемещению, ну, в свое время на местном исполнительном органе такие вопросы решались, для них организовывались гостиницы, там, в общем, палатки, питьевой режим для них был организован. Поэтому сейчас вот те проблемы, которые сейчас есть, они своевременно, ежедневно проводятся заседания штаба оперативного предупреждения, где уже своевременно решаются все эти вопросы. Ну, просто вопрос, я точно не понял, какой именно помощь, но проводится. Такие мероприятия имелись, имело место такие, и они своевременно решались. Еще вот один вопрос телезрителя пишет, после выступления нашего президента о пославлении карантина, можно сказать, что все люди вышли на улицу, никакие санитарные нормы не соблюдаются, на детских площадках столько детей играют, все взрослые вышли во двор и ведут вот такую размеренную жизнь. Не опасно ли это? Это, конечно, нет. Хотя вот пославление, например, мы говорим, что то-то нельзя делать, а это нельзя делать, но вот он пишет, что вот это город Талдыкорга. Действительно, это необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, особенно что касается дистанции, что касается масок. Необходимо очень серьезно отнестись к этому вопросу, потому что, что касается проверок, сейчас вот департаментом полиции, местными исполнительными органами, в том числе и нами, будут проводиться мониторинг. Также департаментом полиции, как и до этих мер, карантинных мер по послаблению, также будут проводиться объезды, проверки. Необходимо, ну, даже несмотря на это, необходимо каждому человеку очень серьезно относиться к этому вопросу, для того, чтобы у каждого есть родные, дети, взрослые, старшие поколения, поэтому необходимо как можно серьезнее отнестись к вопросу и не допустить халатности к обращению с очень серьезной инфекцией. Но вы сами знаете, что люди все в основном такие, что пока его не коснется, он не будет соблюдать вот эти меры. До этого, например, выезжали службы, наказывали, штрафовали и так далее. Теперь стало немного непонятно. Можно выходить, но в то же время какие-то есть запреты. Как в таких случаях быть? Ну, чтобы человек не был оштрафован, как нужно действовать? Ну, понятно, там какие-то вот расстояния, но детей не удержать. Они, например, играют на площадках. К примеру, в таких случаях, как ваши службы будут действовать и другие службы, которые до этого конкретно всех штрафовали или предупреждали и так далее. В конце до концов детей загоняли в дом. Ну, что касается детей несовершеннолетних лиц, в постановлении мы прописывали о том, что необходимо обязательно, чтобы они, если выходили на улицу, то обязательно с сопровождением взрослых, для того, чтобы взрослые могли контролировать. Ну, это понятно, дети в любом случае, они будут играть. Необходимо их максимально, чтобы они вместе ходили. И, в общем, а что касается действий служб, то действительно вот сейчас, что службами полиции, что в настоящее время вот нашими службами, управлениями, нашими в том числе районными, городскими, будут проводиться в любом случае проверки, соблюдение норм постановления. Поэтому необходимо... Все-таки быть осторожнее. Все-таки быть осторожнее, да. По мере возможности. Вот пишут еще телезрители, могу ли выехать, я стал до Кургана в Алматы, транзитом улететь в Нур-Султан, имея справку о передвижении с 21 апреля. Теперь самолеты между городами летают. Если желающие полететь, например, в Нур-Султан, как быть, тоже вопрос. Вот много вопросов у нас. Да, сейчас же открыты авиаперелеты, с Нур-Султан же, да. Поэтому, ну, как я и говорил, вот сейчас транзитный переезд, получается, с Алматы в Талдыкурган и потом в Нур-Султан? Нет, с Талдыкургана в Алматы и затем в Нур-Султан. Это житель, получается, Талдыкурган, да? Ну, Талдыкургана проезд по ограничениям, это только если по медицинским показаниям или по, будет тогда открыт проход, в общем, будет, или там по исключениям. В зависимости, ну, тут же как бы обычный житель, да, вот только по медицинским показаниям может. Только по медицинским показаниям. Просто вот они же говорят же, открыли, вот, например, авиалинии, кто-то же должен летать, например, ну, желающих-то много, естественно, вот как в таких случаях действовать? Это будет, также спрашивают, в Талдыкургане заработают ли авиалинии, если заработают, то когда? Им разрешение еще не давалось? Пока разрешение конкретно на авиаперелеты, именно по Алматинской области, по всей, пока разрешения не вошли, да. Еще не вышло. Тоже вопрос, на сегодня разрешены ли междугородние движения на своем авто по частным делам? Я из города Тикеле, пишет Марат. Что касается по каким-то личным или частным делам, сейчас ограничено перемещение. В любом случае, он попасть в город не сможет? Нет. Просто так? Просто так не сможет. Если есть какие-то вот веские причины, доказывающие... Да, мы все эти, да, исключения писали в постановлениях, с которыми можно конкретно... То, что мы, вы уже озвучили, по этим только могут попасть. Что вы скажете нашим телезрителям к концу нашей программы? Какое пожелание у вас? Ну, пожелание, прежде всего, чтобы соблюдали все меры предосторожности, соблюдали требования санитарных норм, которые мы сейчас озвучили, которые мы также написали в постановлении. Также хотелось бы сказать, что поэтапно будут в любом случае карантинные меры, эпидемиологические ситуации, они будут послабляться. Если неделю только назад мы с вами собирались и говорили о строгих мерах, сейчас поэтапно будут вводиться эти меры. Поэтому проявить терпение и крепкого здоровья вам. Продержаться еще две недели, и мы надеемся, что уже с 11 мая мы будем уже жить по старым правилам спокойно и вести свою размеренную жизнь. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли, ответили на наши вопросы и на вопросы наших телезрителей. Мы с вами прощаемся, встретимся завтра в 16.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова